Виталий приветствую тебя торговая сессия среди уже быстро время летит много возможностей реализуется мы с Виталием друзья для вас продолжаем постоянно вместе готовить совместный контент обрисовывая текущую рыночную ситуацию делиться наблюдениями по самым интересным активам за которыми видится хорошие возможности и надеемся то что вы эту информацию используете и вас все устраивает опять же фидбэк всегда полезен с вашей стороны друзья писать не пишите в комментариях может что нужно отправить скорректировать что изменить обязательно прислушиваться так ну что сегодня плане фундамента важный день для доллара для для золота для рисковых активов тоже раз уж мы говорим про влияние на американскую валюту сегодня данные по инфляции в сша и напомню что для американского регулятора который их и формирует тот макроэкономический тренд проводит политику от которой все уже пляшет есть два отчета который имеет принципиальное значение это данные по рынку труда который мы разбирали ранее сейчас не буду возвращаться к этому сектору американской экономики и данные по инфляции тоже вопрос инфляции очень болезненная тема для всех сейчас экономика из-за того что инфляция продолжает расти как следствие факторов большого количества факторов в основном связанных с последствиями ковида это реализация отложенного потребительского спроса это высокие цены на энергоносители это перебои в цепочках поставок проблемы с логистикой которые приводят к тому что растут цены на компоненты на товары на запчасти на производные какие-то элементы и по классике жанра мы понимаем что предприятия не хотят нести дополнительные издержки с большим удовольствием перекладывать все это на потребителей повышает пустные цены потребители как всегда несут ответственность за все это разгоняется и соответственно по поводу инфляции для сша после того как прошло заседание американского регулятора на прошлой неделе фрс так и не дал конкретной установки что он намерен повысить процентную ставку из-за того что боится инфляции возможно фрс и боится инфляции но все же считает что она вызвана вот этими временными факторами которые сами собой сойдут на нет и не нужно вмешиваться сейчас особенно меняя ключевую процентную ставку сегодня данные по инфляции опять же по прогнозу буквально секундочку то есть сегодня будет и основной для потребительских цен традиционной и базовая инфляция базовая инфляция возможно даже важнее для медиканского регулятора потому что она не учитывать цен на такие волатильные компоненты как энергоносители и продовольственные товары так вот прошлое значение 4 процента в данном выражении сегодня ожидается цифра такая же то есть без изменений что касается основной инфляции тоже не базовая основной уже годовом выражении здесь ожидается снижение с 5 4 до 5 3 процентов я друзья полагаю может даже прийти к демонстрации кроме сейчас я считаю что сегодня отчет по инфляции может конечно же раскачать волатильность по индексу американского доллара но наверное самое интересное движение будут по золоту собственно ранее я давал рекомендацию buy limit в случае теста поддержки 1800 долларов за тройскую унцию сегодня я хочу предложить немного подтянуть получше отложку тоже бои лимит но уже со значения 1810 стопосом 1795 и так профитом на отметке 1850 очень интересная ситуация для золота и интересность ситуация заключается в том что по идее любые цифры какие мы бы сегодня их не увидели рост инфляция либо снижение они могут привести к просто потому что если инфляция вырастет то отношение классическое традиционных золоту как страховки от инфляционных рисков если инфляция вырастет то разумеется доходность американских облигаций реально станет еще более отрицательный позвольте себе так выразиться что априори повысит интерес к золоту который все-таки судя по последней динамике еще приносится доход и с другой стороны если инфляция снизится это оправдает решение фид резерва не торопится с повышением процентной ставки и приведет к ослаблению курса доллара и соответственно поддержит котировки рынка драгоценных металлов там серебро и золото не знаем друзья что вы подпочитаете торговать но в целом корреляция между этими активными присутствует я сегодня такой однозначный сценарий оптимист по золоту в принципе так же как и довольно таки давно уже золото на мой взгляд сейчас недооценено золото имеет массу причин для того чтобы восстановиться и укрепиться если не нравится фундамент если не нравится технических факторов и паттерны еще один неопровержимый аргумент это психология которая опять же анализируя большинство и меньшинство позволяет оценить где большинство и торговать против него так вот сейчас в рамках компания маркетс большинство золото шортит считаю что она уже на локальных максимум точно будет снижаться посмотрим отработать ли психология сегодня после выхода данных по инфляции в 15-30 по московскому времени я считаю что отработает и золото может завершить текущую торговую сессию по совместительствующуюся неделю уже ближе к отметке 1850 за тройскую так прошлый раз еще комментировал рынок фондовый рынок сша принципе здесь ожидания того что рост продолжится остаются в силе действительно небольшую коррекцию которую мы видели накануне после снижения акции тестов уже сегодня выкупают и полагаю что после публикации данных по инфляции фондовый рынок может оказаться еще выше так по бренду была рекомендация by стопс 85 долларов за баррель сейчас мы взяли как раз 85 29 есть небольшой профит рынок нефти сейчас черпает силы покупатели в статистику по запасам американский институт нефти накануне сообщил о том что запасы снизились сегодня в 17.30 по московскому времени будут официальные данные от минэнерго сша ожидают такую же динамику статистику прекрасно с разднако минус снижение запасов подтверждения сохраняющегося спроса на внутреннем рынке не пугает сейчас трейдеров сообщение о том что будут начать реализовываться статистические резервы в штатах потому что как мы помним по прогнозу голлден сакс влияние будет крайне косочным и конце концов рынок сфокусируется на факции дефицита предложения кстати говоря по последнему отчету межнародного агентства дефицита предложения до конца этого года может превысить 1 и 1 миллион баррелей в сутки это много друзья этот дефицит можно было бы решить как проблему если бы опек увеличить производство нефти по факту ноябрьского заседания но как мы знаем они его не увеличили я думаю что голлден сакс были правы которые прогнозировать 90 долларов за баррель до конца этого года я тоже поддерживаюсь такого сценария считаю что даже раньше декабря возможно уже в этом месяце 90 мы увидим это ли слово тебе демонстрация экрана пошла так всех приветствую давайте пройдемся по тем активам которые в прошлый раз советовал торговать там обратить внимание на них и потом дам тоже видение новое на на текущий момент и так индекс доллара понедельник я советовал шортить для тех ребят которые ранее заработали на лонгах еще на прошлой неделе я советовал здесь покупать мы принципе неплохо прокатились наверх обновили максимумы сделали ложный пробой здесь сформировали такие моменты как дивергенцию на дневном графике дивергенция была там на часовиках был заходной локальный импульс вниз коррекция небольшая и где-то в девяносто четыре и три советовал шортить со стопом за хай локальные цели мы в принципе взяли дальше если кто шортил то сделку нужно привести без убыток потому что здесь исключая вариант еще нового нового хая это нужно учитывать и прям с текущих возможно возможно новый новый хай достаточно сильный такой где-то вариантом 95 возможно выше это по индексу доллара возможно сегодня на инфляции если там более как-то говорить о каких-то надежных шортах то когда мы сломим восходящую тенденцию которая у нас присутствует последние полгода там уже будет там более более уверенно говорить о снижении как то вот такое видение у меня по индексу доллара посмотрим как что сегодня рынок нарисует но пока такое мнение дальше по нефти в принципе в прошлый раз с тобой был согласен вот говорил если мы сломаем вот этот нисходящий локальный тренд который у нас был последний там сумме месяц да мы его сломали и в принципе дорога вверх открыта на новый максимум посмотрим что будет дальше но я торговать здесь не буду таких точек-ходах хороших нету дальше по золоту золото тоже за лонг вообще инфляция большая думаю что лучше ничего не будет и долгосрочном формате есть перспективы по золоту не только там 1850 как ты сказал да и возможно обновить вот эти максимумы ну не знаю в этом году возможно уже в начале в следующем году 2022 то есть это 2000 и возможно намного выше с текущих пока как в прошлый раз я сказал что каких-то точек конкретных хода я не вижу потому что ранее говорил там с учениками обсуждал покупки на минимумах где-то в районе 1770 но сам лично не купил пропустил этот момент если мы пройдем вот такую плиту по золоту это 1833 то закрепимся выше можно будет здесь найти точку хода если сделаем коррекцию какую-то хорошую и что-то сформируем по золоту дальше буду тоже рассматривать покупки секущих возможно как локальное снижение так и достаточно такое глубокое на пунктов 200 300 присутствует там локальная дивергенция конечно есть уровень вот этот которым я сказал к нему уже подошли раз-два-три-четыре где-то на пятый раз я думаю если не сегодня то после какой-то коррекции к твоей лимитке или возможно чуть пониже уйдем ну вот есть уровень поддержки там 1808 ну посмотрим реакцию и дальше уже по факту будем обсуждать буду тоже искать точки входа на долгосрочные покупки по золоту дальше что еще обсуждали прошлый раз это индекс страха в x напомню есть возможность торговли данным инструментом вам маркет на прошлый раз советовал покупать это в районе там мы торговались 18 где-то вот 18 плюс минус был неплохой импульс у нас в в пятницу да и с понедельника мы здесь поторговали со стоплостным за минимум локально мы отработали но здесь небольшой скажем был такой момент у нас случилась экспирация достаточно такая быстрая 10 числа да сегодня у нас 10 в прошлом месяце тоже было 10 точнее позапрошлом но бывает месяцы когда там где-то 13-15 и здесь всего-навсего один день можно было заработать и дальше выходить со сделки пока каких-то идей по индексу страха нету локально мы отработали дальше будем смотреть потом что еще у нас чайна да китайский индекс ты будешь все время я думаю давай можем сделать такой момент что ты будешь s&p 500 обсуждать я буду делать упор на китайский индекс если будут какие-то идеи его обсуждать по запросу клиентов которые нас смотрят вот говорилось об уровне поддержки о возможной покупке но достаточно она была рискованная она мне не нравилась и сейчас уже сделали какой-то ночью вы нас данного уровня рисуется такое неплохое закрытие дня если вот так мы закроемся ну до конца дня нужно посмотреть конечно то дальше возможно рассматривать покупки по данному инструменту но они мне сильно не нравится но пока мы выше там уровня 87 условно 00 можно там искать покупки со стоп лоссом условно там 86 00 да и надеяться на какой-то рост если посмотреть недельки китайскими акциями практически никто не интересуется мы находимся как на минимумах там 20 точнее там девятнадцатого года двадцатого так и на минимумах практически исторических за последние десять лет перспективные ли это цены для покупок возможно да но скажем есть такое понятие если вот акция любую любой компании упала ну ну снизилась там на 50 процентов на 80 ее никто не покупает и она не делает каких-то отскоков быстрых то это означает что данный данным имитентом никто не интересуется и у него возможно падение там ближе до да да еще ниже и там плюс до банкротства как вариант да поэтому это поэтому если покупаем обязательно стоп лосс потому что если будем прошибать минимумы и в какой-то момент возможно и с импитом скорректируется как вариант потом на что стоит еще обратить внимание вот я позапрошлом месяце с учениками обсуждал акцию модерна мы знаем что это одна из компаний сейчас которые там в топ-3 топ-4 входит по производству вакцин ну скажем как вакцин можно назвать в кавычках это вакцина вот был хороший импульс вниз вот на коррекции мы снизились вот пример простой 50 процентов поэтому нужно быть понимать что есть фондовым рынком такое ближайшее время случится на что я бы хотел обратить внимание в ближайшие месяцы там к новому году и так далее это акции тесла они показали аналогичный вот этот пузырь который был модерна сейчас конкурент файзер мы знаем что модерна на сугубо вакцину разрабатывает да модель а файзер он не только там вакцина у них еще там продуктов есть очень много поэтому они там растут плюс таблеточку недавно придумали вот вот это вот от вируса и тесла аналогичный импульс сделала наверное этот пузырь уже схлопнулся и после какой-то длительной коррекции я думаю что здесь тоже последует аналогично как с акцией модерна но здесь уже нужно будет ждать я думаю что это затянется там на очень долгое время потому что даже модерна она после импульса два месяца корректировалась практически только после этого и тоже нужно смотреть что за форма коррекции будет как-то вот так то есть это что касается рынка ну и принципе на рынке что еще можно добавить ну по индексу доллара я сказал свое мнение по евро доллару вчера с ребятами активно обсуждали этот момент евро доллар мы его на прошлой неделе покупали в пятницу там под конец дня там нас выносило один раз перекупили часть закрыли и обсуждали вчера вариант снижения хеджа мы там хеджировались через другие инструменты может достаточно хорошо евро уйти обновить лоу один 15 поэтому с текущих как вариант возможно шартануть со стоп лоссом за вчерашний хай конечно мы там я учениками стал где-то в районе там один 15 90 шартить дальше поэтому с текущих шартим стоп за хай цели 15 14 то есть как то вот так посмотрим наверное инфляция сегодня будет плохая ну точнее она будет большая и как вариант это будет усиливать доллар и ожидание там повышение ставок как вариант если выйдут какие-то данные мы там откупим сегодняшний день то есть то там же будем будет другая песня желательно чтобы сломить для покупок более надежно это уровень 1 16 10 вот если его уже пронесем и там закрепимся потом возможно через какие-то коррекции будем говорить о покупках с текущих очень рискованно но не исключаю пока вот так спасибо виталий за комментарии за сделки следим за тем как ведет себя на самом деле с виталием вернемся к обсуждению рыночной ситуации после отчета по инфляции в понедельник ждем вас всех друзья не пропускайте наши совместные ролики контенты стараемся для вас контролируйте риски обязательно следите за загрузку депозитов где соблюдается правило риск менеджмента ну и традиционно виталий тебе классного закрытия недели и хороших выходных удачи взаимно пока